Переводим хряка, летний вольер. Все, каштаны по дырыжке, почему, потому что пропускаю второй загул, не могу вытеслить, сразу упустил момент и все, то есть загул тихий, признаков, что она гуляет нет. Заказал по новой почте три решета, вот таких вот, толщина, по-моему, 1,8 миллиметра, он говорил, ну, по-моему, 1,8 миллиметра, он говорил. Я заказал себе двоечку, 2,5 и троечку. Это у нас троечка, вот это у нас двоечка, а вот это 2,5. Да, 2,5. Заказал, потому что сильно мучаюсь с этими решетами. У меня такие вот есть, типа, вот такие, с тонкого металла, и их постоянно выбивают вот такие квадратики. И бывает, я уже начал вот так лечить, ну, таким методом, то есть, и бывает, ну, не увидишь, что пробито, и ячмень идет, допустим, целый туда в ящик. А на саму крупоружку заводская, вот, одна штука была, это получается 4,2 миллиметра. Ну, она сильно большая. Я вообще все на 2,5 делаю. А это сейчас хочу отходы пшеничные, те, что я покупал 5 тонн на двоечку. А ячмень на троечку, или на 2,5. Ну, посмотрю, поставлю 2,5 и поставлю троечку, как будет лучше. Ну, вообще, на 2,5 нормально, ну, просто, что ячмень дольше чуть. И вот так я ставлю, вот у меня получается. Отдал я за одну вот такую сетку 370 гривен. 370 гривен на 3 штуки и заплатил за доставку на почте. Вчера забрал, а сегодня буду уже... Ну, мне получается, как раз на 2 сетки хватает. Вот, раз. То есть, мне хватит надолго их. Ну, и металл толстый, почти 2 миллиметра. То есть, шикарно вообще, довольный. Супер. Яшка, каштана увидел, что повели его. Реакция такая. Терки нас нету, будем так. Сейчас намочу, пускай отмотится хорошо. Не, ну, размокнемся слив, потом щеткой маленькой выкеремся. Помыл. Только нам, конечно, лучше. Надо будет обязательно купить на новый парайс. Нарезал с квадрат трубы вот таких вот закладушечек. По 6 сантиметров шириной и 6 миллиметров толщина металла. И вот так их... Вот так будем варить копорь. Только-только нарезал. Покажу, как варить, как я варю копорь, когда есть пенопласт. Чуть-чуть размочил. Четко затер. И все, сейчас смываю. И на этом все. Самое главное размочить хорошо, она поприлипала. Вот. И сюда. Вот. Красота. Красиво. вот такие уголочки вот таким образом сюда вверх обварил и низ или вверх и бокам без разницы также часто пишут станислав такой пересекой не знаешь что творить когда рядом пенопласт нельзя согласен вот такая штучка 1 ниже 2 и вот так вот 3 работаю в обычном режиме вот так вот вот смотрим электроды правда глимые вот эти вистековские не очень вот таким образом заварили ну пока не буду варить вверх и не хватит головой я думаю так же самое следующее раз просто если даже без пенопласта начал утеплять варить я попалил бы тут нижний утеплитель который я делал за проф листом за наружный по-любому он бы погорел а так нормально сразу беру за кладушечку за кладушечки цепляю массу не электроды хорошие нравится монолит эти так сильно шапку назад маску вперед погнали шапку Толщина 6 миллиметров, стойка 2 миллиметра. Пик! Пик! Прожег чуть-чуть, но ничего страшного. Сейчас рука набьется, это только вторая, первая, это вторая. Вот так погнал. Ну, все закладушки я поварил, полностью все по кругу. Все нормально, пенопласт целый, ни день ничего не погорело, все отлично. Так, у нас получается, все пошла нутрянка. Вот, допустим, вот таким образом я утеплил внутреннюю часть. Сразу скажу, что вот этот паролон, он, ну, много кто спрашивает, я его использую так же, как гидропара и термобарьер. То есть он и воздух не пропускает, и холод держит какой-никакой, но держит их два. Два у меня получается внутри один, и снаружи с этим, с отражателем второй. Тут она каждой колонне, пенопласт двоечка тоже, просто я сюда еще не вставлял. А так везде и снаружи, напротив каждой колонны двадцатка пенопласт. И вот, вот это я вот внутреннюю часть подутеплил и начинаю крутить. Буду пробовать, так сказать, первый лист внутренний. Что оно выйдет и что оно получится. Начну с внутренней стороны, с того угла сюда, а здесь обрежу. Ну, я точно не знаю, как оно выйдет, но я примерно. Окна я потом, потом, когда я вот это вот все сделаю, ну, внутреннюю часть. Внутри будем делать подсыпку песка сантиметров десять, где десять, где пятнадцать, где пять, а где может и двадцать. Это внутри насыпем песка, и потом заливка бетона сантиметров восемь-десять. Прям, ну, получится так, где-то будет еще насыпь с бетоном. С наружной части то же самое, внутри, снаружи будет отмостка с бетоном. Так, ну вот и так примерно все будет. Сегодня я взял саморезы подлиннее тридцатка. Тридцать миллиметров длина, потому что здесь пенопласт не везде четко заподлисла, а где пять миллиметров выглядывает. Забрус, а его будем листком поджимать. Ну, и так теперь предстоит мне... Ну, и так теперь предстоит мне... То есть закручивает хорошо, протягивает, сжимает туда прям пенопласт. Потому что пенопласт чуть-чуть торчит сюда, за брус. И его так профлистом сжимает, ну, вообще супер получается. Получается вообще... Видите, глухой звук. Хороший получился такой матрасик, термос. И сам профлист хорошо прилягает вообще четко. Я одну волну делаю на клёст. То есть отлично. Ну, единственное, что надо каждую эту размечать сейчас. Где крутить. Потому что уже три-четыре дырки сделал мимо. Единственное, что радует, для себя делаешь, не для кого-то. То есть как мне нравится, как мне хочется, так и делаю. Ну, вот так. Делать еще много. Ну, не спешай все сделаем. Поначитывался в ваших комментариях. Вот так. Ну, вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Я решил после забоя оставить себе шашлык на шашлык ошеек. Ну, думаю, попробую. А то все вот. Ошеек надо оставлять. Ошеек. Я не верю, правда, потому что и так сильно много. Ошеек большой. Так, пока. Так. Потому что ошеек большой. Ну, вот. Попробуем, что такое шашлык. Что такое шашлык из ошейка. Тут мы все время оставляем внутренние вырезки или там внутренно вырезка и часть лопатки, мякоти. Ну, в основном внутренние вырезки или обычная вырезка. Антрикотки. Ну, как мы называем, наружная вырезка. Ну, это по-правильному. Ошееки свои есть, но не свои. Со своих свиней. Думаю, да ладно, не продам килограмм по 160 гривен. Оставлю себе там несчастных 5 килограмм. Ой. Вводится. Несчастных 5 килограмм буду я, а то. Шумы свиноводы себе не позволим с ошейкой шашлык жарить. Позволим. Так, наверное, надо переворачивать пы-пык. Ты-тык. Так, давай сюда так. Ты вот так. Ты вот так. Ты вот так. Замочил заранее. Грубо говоря, с утра надевал на шампуры мягкий-мягкий. Надо как-то снять видео, как я замачиваю шашлык. Ну, вот так. Ну, вот таким методом будем пробовать жарить. Чаще надо переворачивать. Сильно жар хороший, чтобы не погорели. Ну, я когда буду пробовать, не буду, конечно, снимать. Ну, а так, кому интересно, потом скажу. И, как вы можете наблюдать, вот шашлык уже почти готов. Никаких выделений пенообразных нету. Назад. - - - - - Рецепт. Субтитры создавал DimaTorzok